здравствуйте мои хорошие мои любимые территория мука лить мармсад сегодня мы с вами на кухню пойдем мы сегодня с вами будем готовить готовить будем такое нечто простое такое быстрое можно назвать это ужином а работающей женщины там вообще делать нечего буквально на несколько по движений и все готово ну а прежде чем мы пойдем с вами на кухню я хочу ответить на один из ваших распространенных вопросов она на самый распространен дашь уж мне сегодня шутка не сидит самый распространенный вопрос их даже два как мы очутились в эстонии это первый вопрос всегда спрашивают в этот раз спрашивали как мы с мамой очутились в эстонии и 2 всегда спрашивают про глаз маркиза у нас маркиз одним глазом это с детства я уже тысячу раз про это рассказывал новеньких очень много всем вам кстати привет вы очень пишите добрые хорошие слова хорошие комментарии вам всем очень рада вот и отвечаю значит про маркиза у него глаз такой с детства мы взяли вот таким котенком бегали по ветеринарным врачам спасти нам не удалось к сожалению но врачам не удалось да вот так что у нас но это ему нисколько не мешает баловник он еще тут вот а насчет того как мы сюда попали хотела знаете ответить вам так как бы это сказать мы сюда попали естественным путем по родовым путем я так отвечать не буду это неприлично не культурно но вообще действительно нас выдали здесь в роддоме в эстонском но если совсем без шуток на шуток не могу ну да ладно сейчас буду серьезно все настроилось вот так что мы все родились в эстонии попали мы сюда только так что мы здесь родились это наша родина мы здесь жили всю жизнь и мамы и мы здесь родились наша родина наша любимая эстония поэтому никаких как мы сюда переехали а как вот это все таки как вы получали на на я мы готовенькие мы это наша родина мы здесь родились с вами мы здесь родились все так а теперь мы идем с вами готовить и готовить мы будем сегодня я уже сказала очень простое это же знаете могу сказать так это бомжатское блюд вообще делать нечего значит на сегодня будет с вами гречка с курицей так просто гречка с курицей но гречка такая вкусная в сливках в бульоне курочка поджаренная еще туда свежий какой огурчик в общем делается просто быстро пойдемте готовить надо кормить семью и так что надо нам для нашего быстрого ужина быстрый ужин работающий женщин вообще практически здесь но делать нечего минута значит и я беру куриные поркой вот вот это да как бы куриной ножки напополам можно взять эти кинц или как это окорочка можно бедра все равно что берем гречку бульон сливки у меня такие сливки для готовки специальные побольше лука побольше чеснока соль перец все что мы делаем сначала нашу курицу моем кладем в миску и из перечницы будем вот так вот перчить потом солить наши ножки и наши тоже ножки и куриные наши ножки и теперь все это перемешиваем между собой берем какую-то сковородку я возьму с глубокими бортами чтобы сделать там все побольше и на кусочки сливочного масла будем жарить наши ноги и куриные не куриный наш может кто хочет еще каких-то специальных своих любимых приправок сюда кладите я как-то не хочу нас на кусочки сливочного масла жарим куриные ножки и на медленном огне будем жарить наши ножки чтобы только шкурка зарумянилась прям хрустящая стала и румяная поэтому на медленном огне выкладываем вот так вот рядочками как шпроты в банке я беру из расчета на свою сковородку и на аппетиты семьи вы делаете на свои аппетиты здесь может быть всего совершенно напополам всего меньше это вы как хотите так и делать я показываю так как делаю я на свой объем чтобы накормить семью вы делаете столько сколько нужно вам жарится наша курица на ней на малом огне пока курочка жарится будем с вами нарезать лук нарезать можно совершенно как угодно я буду резать полукольцами можно кубиками можно квадратиками как хотите у меня полу колечки такие переворачиваем наши ножки золотистая корочка уже начинаем появляться до готовности их жарим наши ножки готовы ножки наши готовы откладываем их пока в сторону нет это не та самая миска в которой лежали у меня сырые ноги у меня их много другая не волнуйтесь прям предвижу ваши восклицание снимаем эти ножки пусть они здесь пока полежат подумают а вот в эту сковородку в которую на с вами жарились куриной ножки прямо вот на эти пригаринки видите да не здесь еще несколько штук есть вот эти вот если у вас на без стекло нового покрытия их еще больше вот эти вот не бойтесь их прямо кладите сюда наверх лук лук ведь состоит практически из воды и поэтому сейчас это вода из лука растворить все эти пригаринки будет очень вкусно весь лук сюда режем чеснок чесночок тоже меленько и к нашему лучку хотела использовать старый лайфхак с помощью ножа вот так надавить и чеснок наш раздробляется как бы но меня он какой-то виловатый поэтому этот лайфхак здесь не прошел придется вот так крошить ручную лук еще пригаринки есть видите они там еще сейчас вода лука растворить все это здесь ничего не будет чисто прям в этом во всем жарим лук и добавляем сюда наш чеснок но вот все пригаринки очищена видите как вода лука очищает чеснок сюда же перемешиваем поджариваем все это до золотистого цвета пахнет потрясающе если потереть экран смартфона или компьютера или даже телевизора на чем вы смотрите не знаем то запах может передав новые технологии современные вот так наш лучок с чесночком шикарный аромат а теперь самое простое и самое волшебное теперь показываю соотношение я беру гораздо больше всего не пишите мне показал такие маленькие стаканчики у тебя в сковородке больше да у меня больше я об этом предупреждаю вам я показываю просто соотношение сколько возьмете вы это ваше дело но чтобы вы понимали какое здесь соотношение я беру вот такую часть одна часть гречки вот такой стаканчик ведь они все одинаковые одна часть бульона и одна часть вот таких сливок которые для готовки можно обычные вот так все одинаково одна часть гречки одна часть бульона одна часть сливок в одинаковой пропорции сколько возьмете вы какие у вас стаканчики может вам всего по килограмм и по литру или наоборот смотрите сами само соотношение вот такое я беру конечно здесь в сковороду кладу больше но соотношение соблюдаю гречка прям сюда многие не моют вываливают прям сухую я все-таки промываю про соотношение рассказала сюда гречка соотношение бульон прям сюда бульон сюда и сливки вот прям сюда вот так все выливаем вот прям все выливаем размешиваем все ну соль перец по вкусу закрываем крышкой ждем когда приготовится гречка волшебно быстро просто вкусно не поверите как соль перец не забываем по вкусу сильно перцем не увлекаюсь у меня ребенок острая есть не захочет желтенькой соли тоже можно немножко у кого есть аромы сел перемешиваем закрываем крышкой ждем гречку до когда она набухнет сварится под крышку все это дело и ждем ножки пока здесь никуда не делись готова наша гречка смотреть все впитала соединилась со всем чем надо ой кладем гречку рядом ножку хорошо сюда подойдет солененький огурчик может быть даже чуть-чуть сметанки смотрите какой простейший ужин до быстро просто огурчик сейчас сюда покрошу и сметанки нам рядом по моему отлично гречка такая что вы не представляете какая-то вкусная пища это просто бомба приятного всем аппетита тот кто делал со мной а тот кто не делал берите ложки садитесь вилками садитесь к экрану с вами прощаюсь подписывайтесь пожалуйста на канал ставьте лайки всего вам светлого доброго хорошего кайки хеат и а тайка я хеат и сю и описи у на эстонском значит приятного аппетита и до следующего видео пока пока а